МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле презентовали книги лауреата у литературной премии имя Кириллы Туровского. И больше подробно об этом и не только. В Гомеле сегодня завершился областный этап конкурсу «100 идей для Беларуси». Все лето на им было представлено «Амаль Утрая» – больше проектов, чем в минулом годе. При этом авторы не которых мают все подставы на отримание грантов и призовых мест в финале. Ганна Ковалева протягнет тему. Навуковые инновации, идеи по энергосбережению, информационные технологии – усягут 30 проектов в 10 номинациях. Большая сцелета мает социальную накерованность, цикавость до некоторых и да и потенциальные инвесторы проявили уже подчас наемства с выставой проектов. Ясно до их презентации – один из таких инноваций в сфере регенеративной медицины. Было приятно увидеть один из проектов, посвященный медицинской тематике, выпускник нашего Гомельского медицинского университета. Считаю, что на сегодняшний день вот эта сфера, она у нас практически пустует. Для себя, для администрации технопарка мы уже давно поставили цель активизировать что ли эту работу по сотрудничеству. С такими талантливыми ребятами, которых мы сегодня увидели здесь, мы постараемся как-то предоставить им какие-то всевозможные механизмы поддержки, чтобы вот этот бизнес был упрощен. Экспертная комиссия оценивала новизну, идею экономичного обгрунтования и мягчимость реализации у массовой вытворчасти. До этого журы объехала Амалью Се в области, и Гомельщина стала передопошным кроком на шляху до финала, который отбудется в студии не наступного года. Факты в том, что молодые люди стремятся что-то усовершенствовать, что-то придумать новое, что-то даже изобретать. Поэтому за этим делом будущее. Представники улады, бизнес-осеродзе, студенты, молодые навыковцы в этот день провели открытый диалог и проанализовали шляхи развития молодежного предпринимательства и инноваций. До речи, некоторые из этих шляхов провели до великих вершиней. Проект «Стоидей для Беларуси» развивается, набирает уже более большой масштаб. Мы вышли на уровень конкурса СНГ, «Стоидей для СНГ» проходит. И сегодня, после утверждения программы социально-экономического развития, именно проект «Стоидей для Беларуси» реализует пять основных направлений. Цародых, протягнение инвестиций, информатизация, экспорт, занятости, безумовно, подтримка талиновитой молоди. Так молодые белорусы за годы конкурса поспели протягнуть гранты Сколкова, Кока-Колы и инших буйных сосветных компаний. Дякуючи их идеям, сегодня заявляются новые рабочие месяцы, а продукция, створенная на белорусской земле, идет на экспорт в Россию и Казахстан. Дарыч, селетние идеи гомельской молодые эксперты уже зараз бачить молекулепших проектов финального этапа. У Минск с Гомельской в области накируют шесть распроцовок. Гэта проекта у сферы био- и наноиндустрии, формации, медицинских технологий, будалництва и промысловости, социальной сферы, а так само экологии. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадио-компания «Гомель». Сегодня в Чачерском районе пройшла международная новогодняя встреча навученцев Гомельской и Бранской областей. Каля елки собралися школьники, які на протягу года прымали активную делу житти своих установ. У святочный карагод, який организовало областное отделение Белорусского фонда мира, стал и наш корреспондент Олег Синцеров. Стимул на доходе чека года вогненный певень и целых шерох казачных героев. У дельнику свято у агрогородкова Знясенский сустракают танцами и испевами под аккомпанемент Тульского гармоника. Сирот тех, кто приехал у коммуно-ленинскую школу, именно так называется местовая базовая школа, навученцы сами районы Угомельской области и одного Бранской. Указку таким взрослым уже не верить, а ли от этого свято межжаданом не становится. В Чеченском районе не только новогодняя свято доброчинная, а и сама елка, подарунок. На передании, прямо с лесу, ее привезли работники местового лесгаса. А вот уже упрыгодживанием елки, как и еще и залы, занимались наученцы и наставники коммуна ленинской школы. У Вогули, у Вознесенским, да новогодние сустречи школьников упрыгоджили всю школу, чем еще раз подтвердили. У Гомельской области живут саправдой працавитые, талиновитые и кратывные люди. На одном из поверхов наводствовали линейных специальных кутков для проведения фотосессий. Об масштабах зарубленного можно мерковать по таких лечбах. На упрыгодживание школы спотребилось 300 метров тканины и 200 поветрных шаров. А колькость зарубленных своими руками папировых снежинок перевысила тысячу. Веньми, кажется, хотелось отворить на свято неизвечайную атмосферу. У деньники новогодней сустречи я ей заслужили. В нашей делегации присутствуют ребята, которые занимают призовые места в районных мероприятиях и областных, таких как Олимпиады по предметам, такие мероприятия, как смотр художественной деятельности или такие конкурсы рисунков и так далее. То есть в направлении вот именно таком мы. Также среди нас присутствуют дети из малообеспеченных семей. Международная сустреча наученцев Угоминской и Бранской областей на Чачевской земле в этом году пришла в одиннадцатый раз. Причем традиции вы решили не порушать и селитам. Поколь дорослые раствовали подарунки солодки, школьники робили подарунки музычные. Пожаданиями доброго настрою и реализации заповедных жаданий, как огульный подарунок для усих, представление в оканане свободнику Чачевского районного центра творчества детей и молоди. Новый год у изумрудном городе по мотивах казка Александра Волкова. Чаровная краина, где добрыйня обовязково перемогает зло, а головные герои назавсёды застаются сябрами. Миновата такая мыта и в международной новогодней сустрече школьников Белоруссии и России. Дать махчимость подлеткам познайомиться помеж собой и заховать эту дружбу максимально протягивает час. Сегодня вопрос согласия, взаимопонимания дружбы стоит на повестке дня как вопрос номер один. Почему? Ну, потому что в мире сегодня неспокойно. И вот мы придаём определённое значение, внимание именно нашей молодёжи, потому что это и будущее их самих, и будущее наших стран, чтобы они именно дружили между собой. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Угомель», Чачевский район. Сегодня у Гомельской области начали працевать ёлочные базары. Новогодние древы продают на 120 стационарных пляцовках в областных, районных центрах и малых городах. Покупников на их будут обслуговывать до 31-го снежня с 10-ти годин ранницы до 7-ми вечера. Цены начинаются от 8 рублей и залежат от вышины древ. Метровую прохожоню можно набыть за 10 рублей, двухметровую – за 13. Самый великий коштор ёлок в катках – 22,5 рублей. Бюджетный вариант – ёлочные альбо сосновые букеты. Кажтое такое упрогоживание крыху больше, как 2 рублей. Усяголе с газы Гомельской области до новогодних святов нарихтовали больше, как 10,5 тысяч живых ёлок и соснов. Я каждый год покупаю, живые ели отдаю предпочтение именно живым, потому что атмосфера совсем другая в квартире, совсем и запах, и всё, и ощущение Нового года абсолютно. Этим не нравятся ёлки здесь, которые продаются очень, да. Ну, всегда есть выбор. Всегда можно выбрать то, что тебе нравится. Цена довольно-таки приемлемая, мне кажется. На ближайне Нового года безумовно кожному поляпшает настрой. Усе мы знаходимся в чеканне подарунков и приемных ураженев. Сюрпрыз для своих навученцев сёня подрыхтовали у аутошколе Гомеле Абл-Аутотранса. Проведение святочных акций, промеркованных до дня Святого Валентина альбо Восьмого Сыковика у аутошколе стало традицией. А вот подарунок до Нового года будучим водителям зробили у першыню. Территорию аутодрома, где проходить практичная частка экзамену, упрыгожили новогодней символикой. Натхняли молодых людей перед початками спыта у Дед Мороз и Снягурка. Тым, кто проходил и они улучшали подарунки. До речи, многим святочная атмосфера допомогла передолять хваляванне. Однако она не поуплывала на строгость инструкторов при проведении экзамену. И он проходил по всех правилах, как и у любых инши день. Такие вот приятные моменты мы всегда стараемся подчеркивать, чтобы люди почаще улыбались и у них было прекрасное настроение. А с этим настроением, когда они идут на экзамен в ГАИ, у них гораздо все лучше получается. Протягиваем выпуск. Подразделения, которые заступают на службу по охове грамадского аппарата, приняли уделу показальным инструктажем на раду у милиции Гомельского гарнизона. Звучайно, такие мероприемства проводятся раз в квартал. Разом с керавництвом областного управления внутренних справ готовность людей у форме оценили и наши корреспонденты. В этот день пляс военной части 55-25 оказался особо запотребованным. И еще до начала гарнизонного развода, репетиция до юбилея белорусской милиции. Четвертого соковика представники Гомельщины выступят на святковании в Минске. И еще праздники часа на плясу сбираются представники всех подразделений, которые заступают на службу по охове грамадского аппарата. Основным предметом преступного посягательства являются велосипеды граждан, оставленные без присмотра в общественных местах. Также остаются проблемы и факты хищения из автомашин. Магнитолы, регистраторы, аккумуляторы, электроинструменты. В связи с этим необходимо во время несения службы акносировать внимание на проверку лиц, передвигающихся на велосипедах по улицам города, выяснять законность их приобретения. Работник МГИ при проверке автотранспорта, особенно в ночное время, обращает внимание на перевозимое имущество. Инструктажи перед выходом на службу у подразделениях проводятся что день. Гарнизонные разводы больше редкие. Их периодичность один раз у квартал. Унутренные войски, патрульно-постовая служба, держаутая инспекция, отрад милиции особого призначения. Заразьяны на одном пляцу. Проверка службовых посвечений и книжек, раций и спецсродков, формы оденья, ведание нормативных документов, плюс показальные выступления. Оборона от погрозы пистолетом, уход с линии огню, выбивание зброи и затримание противника. Подрихтованному супрацовнику на это необходимо несколько секунд. На справе это практикование применяется нечасто, но готовым нужно быть за все. Редко случаются такие ситуации, когда нам приходится пользоваться данным приемом. Но у нас есть и много других приемов, которыми мы пользуемся в своей служебной деятельности. И сотрудники ОМОНа всегда держат на уровне и готовы воспользоваться любым из этих приемов. Гарнизонная разводная рада у милиции Гомельского гарнизона завершается урожайским проходжением и нагадыванием командира полка патрульно-постовой службы. Ваша главная задача – профилактика правопорушений и затримание особ, которые здесь сняют злочинства, при обовязковом, строгем заховании деючего законодавства. Сотрудниками уголовного розыска был проведен дополнительный инструктаж по работе определенным моментом по выполнению задач принесения службы. В целом, сегодня показали, что наши наряды органов внутренних дел готовы к несению службы и выполнению задач по охране общественного порядка. Олег Шенчуров, Ольга Кнавалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомель презентовали книги лауреата у литературной премии имя Кириллы Туровска за 2016 год. Церемония пройшла у областной библиотецы имя Ленина. За авторами, уладальниками премии сустрелись наши корреспонденты. Премию имя Кириллы Туровска зацвердили три годы тому. За этот час ей отримали амаль 20 письменников. Дякуючи ей, были открыты новые имены талиновитых литераторов. До этого невядомая читачу. Все лета уладальников премии назвали подчас святкования Дня Белорусского письменства. Пераможцы разом с дипломами отримали право выдать творы, які они представили для сойскання премии. Зараз это выдано уже можно знайсти в бойных библиотеках региона. Переконаны, что конкурс «Майя права на життё» беспречно. Йон подкресливает увагу сегодняшней державы, улады, керавництва в области, да творцев, які працуют на ниве литературы, які пропагандуют усе лепшее, что есть у нашем житті, и по сутности ведут за собой. Всё лето переможців вызначили у нескольких номінаціях. Лепшим у публіцистыцы признаны Олег Ананьеў, у поэзії – Михаїл Болцун. Лепшим аутром дитячих творів стал Євген Калашніков. А у номінації «Открыть цього года» премию отримала Алена Асенчик, аутр сборника «Філософських вершов». Для меня очень важно, потому что это издание книги, это очень важно. Может быть, для кого-то это начало, и дальше он будет издаваться ещё больше. Як і всі лауреаты гэта конкурса, я отшуваю радость, приємна, що праця творців заважається. Гэта натхняє чоловека на нові творчі з дабытки. Ганна Ковалёва, Олеся Рудянкова, Максим Славін, телерадиокампания «Гомель». Напереды Дні святы Рожства Христова Гомельская епархія Белорусской Православной Царкви проводить акцію под назвой «Повіншуй ближнєга». Яна проходить уже у третій разы у гэтым годі за саблівым размахом. Найбільш активный уделу её приняли в учні школ, выхованцы дитячих садов разом со своїми педагогами, а так само студенты. Яны передали у епархію каля от 2000 листов і віншавальних паштовок. До речі на протягу заутрашніга дня яшчэ можна паспець подаць ліст разом со своїми дадзіными і конвертам у інформаційний адзел епархії. Йон знаходзіцца на вулиці Каміншчыкова, 9. Напереды Дні свята усі лісты адсартыруюць па узросте аутрав і у выніку кожна трымая паштовку ад іншага удзельніка акцій. А до таго ж віншаванні з рожством ад епископа Гомельськага і Жлобинського Стефана. Дорогі мої друзі, в ці прекрасні рождественські дні ми поздравляєм друг друга. І я з вами присоединяюсь к вашим поздравлінням, к акції «Поздрав друга» і желаю всім вам світлого Рождества Христова, доброго здраві, благополучня, успіхів в учебі, в труде на благо нашій прекрасній синьокій Білорусі і щасті вашим сім'ям. І на хатім випуск завершено. У студії працавала Наталія Ігнатєнка. Усяхо вам самаха добраха і до нових зустріч у ефіри. Дякую за перегляд!